было очень много взрывов наши пиротехники работали постоянно мне или андрею исполняя роль генри приходилось находиться максимально близко к этим взрывом и проживать это на своей собственной шкуре подготовка к фильму хардкор на начальной стадии разрабатывали все сцены машинках на солдатиках мы пригласили наших ребят криковых операторов сергей валяева андрея дементьева которые уже пробовали на себе все то что мы придумывали мы их ввели во все схемы во все трюки одевали их жилеты прицепляли тросам и они у нас выполняли прыжки полеты в общем все что мы как бы пробовали на каскадерах все потом уже пробовали на них на картине работала три команды каскадеров это моя дима тарасенко и александра стиценко отлично самое сложное в съемках этой сцены было то что нужно было стараться не повредить лепнину этого здания и лезть по ней максимально аккуратно потому что при любом неостороженном движении был шанс уничтожить исторический облик здания а это грозило нам серьезными последствиями несмотря на то что у нас были все разрешения уничтожать объект который является культурным наследием нашего города мы не могли камера идет начали сцена где мы с сергеем бежим по мосту она выполнялась абсолютно без страховки потому что там страховку никак не сделаешь мы с серёгой побежали 1 2 3 4 сняли кадры возвращаемся на площадку и все таки как вам было не страшно это делать хотя для меня это наверное одна из самых легких сцен потому что мы с серёгой занимаемся уже больше десяти лет паркуром делать такие вещи для нас как с утра выпить чашечку кофе генри практически догоняет меня эта сцена на эскалаторе я начинаю бежать сквозь толпу людей против движения мы случайно задели женщину и она упала лицом прямо от металлические зубцы у меня внутри просто все сжалось сердце остановилось я думаю что мы убили человека секунду спустя женщина просто встала вот так вот отряхнулась посмотрела на нас и сказала ну как здорово типа все все хорошо все хорошо слава богу женщина которая упала в кадре оказалась профессиональным каскадёром она очень зрелищно упала в кадре и отыграла сделав эту сцену просто превосходной там где серёга бьет меня в лицо кадр был очень близко и очень крупно я был практически вплотную к нему и он должен был ударить меня чтобы я отлетел в сторону если бы мы делали это как обычно делают в кино он заносит кулак я отыгрываю мы пытались конечно делать так но ничего не получалось и в какой-то момент я просто сказал сергей бей меня и меня вот со всей силой пару раз влупил мне у меня образовалась такая шишка сколько ни старались как-то все мягче делать по картинке смотрели не выглядело правдой вот поэтому паразику по лицу получили и данила козловский и андрей дементьев просто в этой картине по-другому было нельзя сделал что не сделаешь ради искусства но сцена в туле это абсолютно каскадерская заслуга потому что эта сцена с переворачиванием машины и когда герой летит над ней приземляется на мотоцикл со стороны это выглядит просто нереально страшно вообще считаю что все кино это абсолютно каскадерское кино абсолютно натуральных локациях никакого зеленого экрана никакой графики все что происходит в кадре все происходит в живую сцена на зиме с автобусом и стрельбой огнеметчика если честно очень сильно меня напугала человек в нелепой куртке который целился в меня из огнемета и на самом деле стрелял я испытывал максимальный дискомфорт потому что приходилось находиться на улице раздетым полностью без верха вокруг все ходили в куртках единственная согревающая меня мысль была о том что при каждом выстреле из огнемета мне становилось чуточку теплее и от этого было хотя бы чуточку веселее несмотря на то что в тот момент сердце просто уходило в пятки я помню когда илюха придумал новый танк слушай а ты можешь быть прям под танком чтобы вот он ехал как бы заезжал на дерево а ты лежал под ним и он как бы навис над тобой я такой думаю ну да наверное могу как бы почему нет я знал что мы делаем это ради зрителя я абсолютно доверял илюхи ему видению и мне было самому интересно дойти до конца боевая машина двадцатитонная которая едет на тебя ты находишься в полутора метрах от нее ты видишь эти гусеницы и думаешь отлично вот вот это кино я прикрою заходи с тыла вообще все съемки особенно съемки в колязине напоминали некоторую игру в войнушку будто мальчишкам дали горку денег и сказали развлекайтесь потратьте на пиротехнику и взрывы они взяли и развлеклись по полной вот в общем мы были этими мальчишками для нашего фильма нам приходилось выдумывать определенную стилистику в драках мы пришли к выводу опытным путем что чем проще удар тем он виднее и он похож на настоящий делаем какие-то удары сбоку мы их не видим потому что руки и ноги улетают за кадр в том числе и какие-то акробатические вещи они тоже не работали потому что по этой камере не все работает там непонятно что происходит мы постарались использовать весь арсенал оружие который у нас был на картине ножи, пистолеты, гранаты, автоматы все что было у нас в общем-то все по максимуму гранатометы и даже подручные средства в одной сцене мы убили человека просто дворником от автомобиля какие-то моменты пиротехнические допустим они у нас там не читались по камере пулевые попадания в человека нам приходилось усиливать пиротехники делали посадки с кровью больше чем обычно в пять раз всего на финальную сцену мы потратили где-то три недели когда мы только туда вошли крыша была чистенькая новенькая и потом мы начали убивать там людей по финалу от нее мне кажется не осталось ничего все конструкции которые на ней были были взорваны облиты кровью разрушенные потому что люди просто ходили и аккуратно разливали эту кровь пытались сделать какой-то красивый художественный приходил илья смотрел на все это говорил не мне нужно больше брал просто ведро выливал все вокруг обливал всех людей подходил ко мне обливал меня и говорил окей все так пойдет снимаем тот контакт который происходит катерами он был реален потому что мы не могли поставить камеру сбоку как-то прикрыть этот удар то есть мы как по китайской методике боевиков восьмидесятых по гонконгским традициям мы работали в полный контакт если это была грудь или тело то конечно мы надевали защиту чтобы не отбить внутренние органы иногда даже приходилось бить каскадеров в лицо потому что в кадре все это было видно и камеру не обманешь я должен был влетать лицом и руками в стеклянный стол каскадер нажимает подсадку стекло лопается я прохожу сквозь него страховка минимальная мне только зачастили лицо поскольку руки мы не можем закрыть потому что это все видно кадр заряжен илюха кричит экшен меня фигачит лицом в этот стол и я понимаю что стекло не лопается я просто схватился зашел и прикрыл все какие-то моменты которые мне могли бы доставить действительно серьезные повреждения вены и позвоночник но слава богу она упала рядом во втором дубле конечно же все сработало но вот эти моменты конечно заставляли немного так вздрогнуть пожалуй самое сложное всего что было на крыше это полеты на тросах их было много они были разные и это очень больно они пережимают тебе все что можно и нельзя и в какой то момент ты просто перестаешь чувствовать свои ноги особенно если ты висишь просто в подвешенном состоянии то ноги начинают неметь это конечно прикольное ощущение законы физики они просто как бы отсутствуют ты летаешь ты супермен но да это было не просто феноменальное ощущение готовились начали тя-тя-тя-тя а виноват 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 вот вот привет генри изначально было придумано что главного героя никогда зритель не увидит так как прототипом главного героя является сам зритель мы не очень знаем его предысторию мы не знаем кто он как говорят что о человеке судят по его поступкам поскольку наш герой не разговаривает то он просто действует и он просто настоящий мужик при готовься зритель садясь в кресло сам становится генри полностью погружаясь в его тело в его сознание помнишь что нибудь я люблю тебя генри изначально илья дал мне установку что эстель это такая girl next door простая милая для меня простая и милая это одно но на примерке мы поняли что для ильи это простая и милая не работает поэтому мы начали искать другие способы чтобы все таки она была соблазнительной привлекательной для мужской половины человечества при этом достаточно простой и понятный генри они пришли за тобой как тебе твое новое тело в сентябре когда еще еще до до всех разговоров о возможном части в этом фильме я пошел в магазин за продуктами и там на входе в супермаркет стоял стеллаж с прессой я взял какой-то журнал про кино и стал листать и увидел фотографии со съемок хардкора и вдруг понимаю что предлагали участвовать в этом фильме какое-то время назад по каким-то причинам мы отказались и я звоню своему директору говорю слушай листаю журнал мне так нравятся фотографии с этого фильма по-моему это здорово по-моему нам предлагали он говорит да предлагали в сентябре не мог на следующий день мне перезванивают продюсеры фильма хардкор говорят о том что они сдвинули съемки на роль которую они предлагали раньше раньше они не нашли героя и не хотим ему еще раз подумать и тогда мы сказали да мы хотим встретиться с Элью и как можно быстрее поговорить и так далее изначально у нас была установка что скорее всего у нас это альбинос слепой не слепой с белыми глазами там еще какими-то глазами уже когда утверждили Данилу было понятно что это молодой молодой и красивый такой свежий парень думала о том чтобы он с одной стороны производил впечатление устрашающее такое немножко с другой стороны не переборщить с тем чтобы он не был отвратительным чтобы все таки некая притягательность в нем оставалась при этом помня о том что на нашей камере работает что нет потому что какие-то слишком сложные вещи или слишком тонкие вещи они не очень работают работает в общем простота целая армия стоит между тобой и твоей женой ну что дело за малым здесь работает такая потрясающая компания художников по гриму и по костюмам как только на меня нацепили этот парик так ну что называется просто прикинули предложили сделать так брови линзы понял что в общем эти ребята сами все прекрасно понимают надо просто им довериться и просто ну потом от себя какой-то финальный аккорд чтобы уже попытаться в этом жить так оно собственно говоря еще и получилось я тебе не враг тебе установили речевой модуль ну по крайней мере мы знаем что ты не глухой я очень рада что у меня был такой опыт работы потому что ну пожалуй впервые сам актер давал столько материала для работы впервые от актера я слышала такое количество предложений комментариев и это никогда не были оценочные комментарии относительно мне нравится или не нравится он мне полностью доверял вопросов вкуса он делал только какие-то пометки относительно того соответствует ли это тому характеру который он собирается играть это война мать его простое правило для съемки от первого лица чем шире угол обзора камеры и лучше видно тело тем больше у зрителей создается ощущение погружения в происходящее на экране гоупро это камера настоящая экшн камера она создана для людей которые прыгают бегают падают ломаются когда ты держишь ее в руках и понимаешь что с ее помощью будут снимать кино ощущение в общем это вполне такое несерьезное очень напоминает аферу мы пробовали разные другие фотоаппараты мы хотели заказать black magic серега хотел сони мы их даже поехали в магазин потестили мы носились так вот через магазин чтобы понять насколько там происходит роллинг шаттер роллинг шаттер это дефект изображения который проявляется при резкой динамичной съемке и как правило встречается в непрофессиональных камерах к сожалению все эти фотоаппараты и все камеры которые мы попробовали у них был огромный роллинг шаттер с которым было невозможно ничего сделать и это была проблема для графики очень специфическая работа причем могу сказать что наверное по сложности компьютерной графики и по количеству задач нестандартных которые приходится решать на проекте там за мою жизнь такого не было ни одного проекта хотя там за плечами наверное больше двухсот проектов gopro показала себя наверное лучше всех на мой взгляд потому что маленькая компактная камера которая создана для таких съемок мы снимаем на камеру которую создавали для того чтобы люди снимали вот то что мы снимаем при вопросе вы что снимали кино на gopro я имею ввиду что невозможно показать кино снятое на gopro на широком экране перед съемкой мы занимались месяц тестами этих камер мы перепробовали все режимы мы смотрели как она работает с хромакеем мы смотрели как она работает с tmcm только в середине съемочного процесса уже поняли примерно как с ней действительно ее специфику люди не верят то что мы снимаем в таком разрешении и с такими возможностями потому что аналогов нет опыта ни у кого нет значит ты у нас генри и приходилось все заново придумывать именно под эту картину сам по себе фильм тоже ведь аналогов не имеет единственный аналог это собственно говоря сам клип который я снимал проект бэд мазафака и проект инсейн офиске первая часть снимается на человека то есть человек является камерой и практически это бегающий штатив нужно каким-то образом соединить камеру с человеком мы продолжали работать над сценарием параллельно продумывали о том как мы будем все это снимать стандартная повязка для gopro сразу же отвалилась она не годилась для съемки на повязке камера находится слишком высоко при таком положении она попросту не может захватить все тело поэтому единственно возможный правильный способ снимать от первого лица это закрепить камеру в районе рта при таком положении мы видим герой от плеч это и создает то самое погружение через машину за машиной пистолет пошли-пошли-пошли-пошли пошли машина задом движим в машине открываем сели поехали ближе к концу съемок клипа я серьезно задумался о том чтобы создать специализированный риг для съемки от первого лица чтобы можно было снимать экшен с максимальным комфортом мы решили сделать что-то свое новое регулируемое со стабилизациями с системами разгрузки со всякими штуками как оказалось все началось вот с этой маски один парень написал мне что Олег типа я хочу такую же маску как и Сереги Валяева для паркура ну если честно я не знал ни кто такой Серега Валяев ни что такое паркур позвонил ему и говорит привет Сергей это я Олег мы сделали твою маску которую ты переделал и используешь для съемок и оказалось что Олег занимается стройбольным снаряжением и другой военной экипировкой мы сейчас находимся в моей мастерской где мы делаем всякие прикольные штуки для фильмов в том числе для военных делаем всякие автоматы пулеметы оружие и прочее ништяки так как эта маска при всей ее крутости для паркура не подходила для съемок фильма у нее маленький обзор она тяжелая на нее нельзя крепить дополнительное оборудование и у нее не было регулировок вот поэтому началась работа над маской которая подходила бы для съемок фильма мы работали день за днем создавали все новые и новые прототипы и к сожалению на момент старта съемок мы еще были очень далеки от идеала было очень много предварительных образцов которые не подошли потому что они не сидели не держались чем дальше мы продвигались в съемочном процессе тем больше мы создавали новых прототипов иногда получалось так что мы снимали полноценную смену в 12 часов приезжая домой вечером я рисовал новые дизайны и отправлялся на производство коллегу на всю ночь для того чтобы конструировать новые маски до ночи до пяти до шести утра тут вместе с лобзиком отвертками другими инструментами пытались сделать что то что на что можно снимать я рад что в итоге у нас получился действительно уникальный и работающий продукт была разработана клевая форма маски которая была доработана в процессе фильма системами стабилизации мой друг Вова он инженер первая стабилизация которую я увидел которую сделал Вова она была на маленьких амортизаторах и я посмотрел на нее и понял что она была недоделанная я учитывал то что ее можно доделать но все равно она какая-то была не очень и мы с Вовой еще немного подумали и он сказал что у него есть еще один вариант через несколько дней он мне показал магнитную стабилизацию и надо сказать что у нас уже начались съемки мы решили что первой смены мы будем снимать без стабилизации а пока мы снимаем ребята доделывают и они привезли нам на площадку прототип я с ними побегал и понял что магнитная стабилизация это то что нам нужно она была сделана из алюминиевого профиля она была сделана конечно же ну так на пальцах они делали ее за одну ночь или там за один день мы стали снимать с этой с этим прототипом это выглядело конечно очень смешно в поле всадник который скачется вот с такой огромной алюминиевой рамкой и это ну выглядело действительно как какое-то забрало у рыцарского шлема ребята тем временем чертили придумывали делали через несколько дней нам распечатали из материала который оказался настолько долговечным что даже когда Серега падал падал на машину переворачивался маска слетала и падала все что происходило с самой стабилизацией она немножечко треснула она прошла все взрывы она прошла все выстрелы она прошла литры крови и с ней ничего не происходило и на самом деле на выходе мы получили клёвый продукт испытанный временем испытанный не одним съемочным часом ни одной сменой сняв кинофильм хардкор мы создали не только первый в мире экшн-фильм целиком и полностью снятый от первого лица но и разработали уникальный в своем роде рик предназначенный специально для певи съемок мы назвали его адвенч маск я знаю операторов которые говорят только не показывайте меня с маленькой камерой меня засмеют камера должна быть большая много света рельсы и всякие признаки того что снимается большое кино здесь картина вообще выглядит крайне неожиданно суетится огромная толпа народу ты видишь необходимые обычно в кино вещи такие как кухня где есть чай кофе люди бегают с монтажными листами плейбэк ты видишь хлопушку ты видишь рулетки то есть вроде как идет съемочный процесс приготовились и стоп 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 проходите пожалуйста быстрее спасибо и при этом нет камеры ты можешь подойти и спросить а где камеры они говорят сейчас они прибегут то есть камера куда-то убежала потратить целое большое усилие в голове и в мыслях чтобы понять что эта камера маленькая и что буду снимать не я и что на других проектах у меня всегда была огромная тяжеленная 17 килограммовая камера тут камера маленькая 200 грамм и я ее еще не ношу потому что с большой камеры понятно можно подвигаться она лежит на плече ее можно поставить на доли а здесь актер он же доли он же стадикам он же все и он же и оператор и камермен вот а мне нужно было только правильно направлять этого человека это такой живой штатив это забавно технология съемок на гоупро категорически перечеркнула весь мой предыдущий опыт в кинематографе мы видим все кроме спины главного героя невозможно где-то спрятаться и поэтому придумывалось совершенно уникальные ходы со спецэффектами с пластическим гримом с аниматроникой работая с этой камерой мне как художнику было достаточно интересно разрабатывать новый визуальный язык потому что именно на этой камере они работают привычные способы работы с пространством привычные способы работы с цветом в процессе вот после того как мы уже сняли несколько объектов я поняла что нужно все упрощать все пропорции цвет вот чем чище цвет тем лучше он воспринимается привет генри помнишь что-нибудь дирижабель вообще сделан в двух цветах красный и белый как ни странно любой другой объектив возьми любую другую камеру это будет выглядеть ну примитивно в этой камере это выглядит очень интересно когда собирают главного героя некий такой синтез человека и киборга необходимо было прикрепить аниматроническую руку которая действует и которая должна еще сжать яблоко сажми и одновременно в этом же кадре мы видим как накручивается нога в общем идет полная сборка киборга но только не со стороны мы видим а мы видим это когда вас собирают может быть немного больно я люблю тебя генри это рука киборга и мы вот эти фрагменты видим вот здесь и было изготовлены пластические детали которые непосредственно на актера клеились значит ты у нас генри и нам приходилось снимать форму с торса главного героя чтобы сделать вот такую пластическую деталь как раз она должна вся подходить идеально к телу и у нас здесь показано послеоперационные швы наколка характерная отверстие для зарядки аккумуляторов и это все гелевые убегаем 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 бам это был заброшенный объект мы приехали сразу поняли что нам нравится и вот нам предстояло его перестроить под жилое пространство персонажа Джимми если человек инвалид все время передвигается на кресле то соответственно у него на полу должно быть как можно меньше предметов ну их вообще не может быть например его тир ну абсолютно странный какой-то абстрактный коридор где хранится оружие вместе с тиром соответственно слышишь их но стрелять не можешь попробуй взорвать бросай гранату мальчуган разум вперед ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok